Василий Кручак и рубрика «Золотой макон» в «Люнкенчо», ребята. Я вообще удивляюсь, есть люди, которых Вася не знает и которые не обнимаются с ним при встрече? Все, кроме тебя, да? Нет, по-моему, в Верховной Раде его никто не обнимает, все шарахаются только. Нет, даже он обнимается обниматься. Да? Кто пытается тебя обнимать в Верховном Совете? Расскажи. Это, как правило, депутаты радикальной партии, намагаются обниматься. Ну, вот так, сзади, да? Да, ну. Перед тем, как мы начнем с тобой обсуждать, что у тебя было на этой неделе, хочу сказать, что... Ничего не хочу сказать, что у тебя было на этой неделе. Хорошо. Я за сценой чув, у вас там была rozmога про iPhone 7. Да. Я не бачил в депутатах, в шефе жодного депутата телефона iPhone 7. Но это не означает, что... Я не знаю, у меня в Facebook только двое признали сразу, что у них есть iPhone. Это не означает, что этих телефонов не мав депутат, это означает, что я был неуважным. Вот вся история. Я больше всего этого месяца занимался тем, кто такой Сергей Лещенко. Это не то, что я сам заплутался. В этом вопросе даже заплутался народный депутат, такой как Михаил Гаврилюк. Хотя в конце он дал четко мне разъяснить, кто такой Сергей Лещенко. Давайте смотреть, что сказал Васик Гаврилюк. Пане Михайло, а скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до мужчин, которые живут за счет своей девушки, женщины, кинец-то кинцов своей мамы? Я считаю, что это альфонсы. Есть много людей, которые под альфонсом косят, которые получают деньги неправильно, 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 но это пишут на мамы, на женщины. А если это члены, народные депутаты, которые живут за счет женщин, вы нормально ставитесь до таких мужчин? Вы сейчас мне напомните на счет Лещенко, который рассказывает всюду, что деньги он наложил на свою квартиру то у мамы, а то у дочки, то у сестры, то у племянника. Вы сами все понимаете, что та человек, которая брешет, забывает просто, что она говорит, и тогда разные думки получаются. Разные думки получаются, и тогда выходит, что то у мамы, то у сестры, то у дочки, то еще у кого, то еще у кого, слышны мои. Если бы человек говорила правду, у нее была бы одна четкая ответственность, что я взял то, то, то грошь, або отложил, и была бы четкая конкретная ответственность. У тебя в золотом батоне, я смотрю, Гаврилюк бывает как-то очень часто. Это у вас дружба мужская настоящая или что? Давай, давай откровенно. Никто этот вопрос еще не задавал, почему так часто в золотом батоне мелькает Гаврилюк. Ну, может быть, он тебе бабки платит. Я не могу объяснить какие-то прояви корупции, но его теперешняя дружина, она родом из моего города Коломей. Господи, думал, сейчас скажешь, что бывшая, но я же скажу, что не остановилось, честное слово. Нет, у нас из Коломей родом, это можно рассчитывать прояви корупции. Ну, коррупция от Гаврилюка. Три яйца, четыре литра. Нужен вам, кстати, у Васи, у мамы, хватало? Блин, мне кажется, с Маслюком будет идеальная пара, вот знаешь, такая комедийная. Колоритная. 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 Вот и решили. Я просто не знаю, что сказать, вы вдвоем спелись. Вася, спасибо большое тебе за то, что ты сегодня пришел, рассказал нам обо всем. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...